Бюджет 2025, пенсии, пособия, минимальная зарплата. Что сможет себе позволить в следующем году социальная сфера? С первыми оценками в нашей утренней студии министр благосостояния Латвийского государства Улдэй Саугулас. Доброе утро. Добрый день. Господин министр, я напомню ваши слова, которые прозвучали некоторое время назад и в том числе в этой же студии. Да и вообще, накануне и во время обсуждения проекта госбюджета 2025 вы не раз говорили о том, что безопасность – это не только вопрос охраны государственной границы или обороны государства в целом, но есть еще и внутренняя безопасность. По вашим оценкам, глядя на тот портфель, который вчера донесли до Сейма и который сейчас активно открывает законодатели, начинали обсуждать проекта госбюджета 2025. Можете ли вы сказали, что это и госбюджет той самой внутренней безопасности? Ну, сова зиņа тā ареи var сацит, Впрочем, что-то, что-то воплощается в жизнь за счет внутренних перераспределений внутри ведомства и внутри бюджета социальной сферы. Накануне министр финансов господин Ашер Аденс в этой же студии отметил, что в результате налоговых изменений в 2025 году около 90% работающих будут получать на руки больше доходов, а выигрыши, по его словам, также окажутся и пенсионеры. Какие положительные изменения в социальной сфере в ВИДЦе, вы? Ну, пирмам картам, я сака, что оттечивая у пенсионариям в том, что неапликамая минимума будет 1000 евро. Шаи брижа 500 евро веета. Тадо веетом, надрошеннод архи то, как ииспея страдавшим пенсионариям турпинаться страдать и не заходить, как арии лейлая дађа пенсионару не тихо апреченаться ваерси иедзивотая иенакума надрошеннодоклис. Тай скайтā ir panāкts arī tas, ka mēs indeksēsim нākamajā gadā ņemot vērā arī darbstāršu, tā kā tas jau ir šogad iesākts līdz vidējai iemaksu algai лīmeni, kas нākamgada varētu būt ap 1500 евро, jo šogad ņemot vērā 50% ir 683 евро, лīdz kuram tiek indeksēt пенсija vai пенсijas daļa. Līdz ar to, manuprāt, tas ir savā ziņā solis pareizā virzienā, lai mēs arvien mazinātu izēju no pensionāru trūcīguma vai maznodrošinātā. Bezgan svarīgi. Počuņi važnāja novast, šo kasvērts pensionerav, to slētušiem gadu neplagājami minimum viličivēts sav 2 raza, sičas te 500 eurā. Vēķinā 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 pəsidūpāji ķinājumās. Nes pārētājumās. 2025, согласитесь, был остается вопрос выплаты ныне работающих латвийцев в второй пенсионный уровень, чтобы часть этих процентов была перенесена в первый. В проекте госбюджета, который накануне глава Минфина перенес сейм, эта норма включена. Можете ли вы сказать, что этот вопрос окончательно решен, и дискуссий больше по этому поводу не будет? Ну, ну, протams, парламентарь везде, как дискуссий будет, но, если мы скатаемся, мы с вами извертали шоу финансу министрии с педагоги. Мои с вами веющие анализи, и мы видим, что периодом у четырех годов нынкотни с пенсионами с пенсионами с пенсионами с пенсионами с пенсионами с пенсионами с пенсионами. Парламентарь Как говорит господин Хаугулес, возможны сюрпризы, потому что парламентская демократия, все-таки парламентская демократия, каким будет итоговое голосование покажет время, но пока по оценкам и анализу, который провели специалисты Министерства благосостояния, следует самое главное, это то, что в ближайшие четыре года, в течение которых будут действовать эти нормы закона о социальном страховании, будущие пенсионеры ничего не будут. Улдрис Аугулес, министра благосостояния Латвийского государства, наш утренний гость в прямом эфире Латвийского радио 4. В то же время ваше министерство должно было закратить более 5 миллионов в бюджете следующего года. И закратили, за счет чего? Ваше министерство было закрати. Ваше министерство было закрати. Ваше министерство было закрати. И здесь, как вы слышали, все достаточно неплохо. Что касается программы поддержки сирот, то по оценкам и анализу Министерства благосостояния эта программа просто не работала. Не работала именно на местах. Почему? Министр достаточно подробно ответил на этот вопрос. Но если она заработает, значит тогда будут и новые возможности, отмечает мой собеседник. Важным решением, глядя в 2025 год, является и дальнейшее повышение планки минимальной заработной платы. Она будет увеличиваться. Но, например, ранее ваши коллеги по Минздраву предупредили больницы, что у Министерства здравоохранения чисто физически нет дополнительных средств, чтобы взять и выделить средства на вот это увеличение. Чтобы повысить зарплату тем, кто в тех же больницах работает на условную минимальку и нужно искать резерву себе. Это исключение, исключительная ситуация или такой возможно и в каких-то других сферах? Ну, ну, таза пациент, что у нас есть лабклайпс, нозаре, у нас есть Валстсоциала апрёпс центрия гарийгслимем, пиягушем гарийгслимем бэрнием, куда мы недрīкстам, которую мы не смогли бы подобрать 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 подобрать, но нам не будет верить комфордации, но, что у нас есть лабклайпс центрии. Асистентами, то здесь станды ликвы, протams, скар, и здесь мы семеме с удовольствием, что это пьянгума, с минимальным алгами, асистентами. То есть это те самые позиции, которые я говорил у с самого начала, что были сложные школы местами, но их эти проблемы удалось решить, что перераспределение в рамках социального обердства. Они не пострадают? Да, специалайся бюджетом, что специалайся бюджетом там, кем человеку, но это измакса, но это измакса на памят бюджета, который мы будем дозраться, чтобы минимум алгаса цельшаной не было так, как у них нет. Новый тренд – это разговор уже на достаточно высоком политическом уровне о предстоящем возможном сокращении госуправления в Латвийском государстве, что, ну, в Латвии слишком большие в Европе Союзе, если сайтнести его с количеством жителей. Не приведет ли в итоге эта дискуссия к сокращению числа работающих в социальной сфере? Ну, социалайся сферой, это действительно грустно замазинать. Да, это, конечно, что, который, кто-то, не виноват, не виноват, как у них нет, но вирус, но вирус, что, как у них нет. как функционирование, как функционирование, которые могут быть вредными, они могут быть вредными. Узнавися, что Валстская канцелая садарбива с министрией в нынешнем году, это не будет первая речь. Это не будет первая речь. В 2008-200 годах, когда была, где мы, очень много, очень много... ... большая дискуссия, чтобы закрощали там, где... Да, но, изходя из этих одинаковых позиций, все-таки, та же госсеканцелярия может спустить сверху, закрощаем, допустим, везде на 5%. Ну, это не будет, это не будет паре, поэтому я сакал. Готовы бороться, да? Протамс, ну, на заре сваренье. Теперь другом, ваша коллега по партии, министра земледелия Латвии, Арманс Краузе, накануне резко и прямо высказался, что в сегодняшней ситуации, когда нет денег, нужно заморозить старые Раил Балтика. Вы поддерживаете мнение, как ли? Ну, первым, ну, ну, да, ну, маи ты ар не буви, я тебе нав ресурс. Я тебе и ресурс, то тут кау-ко буви, но, в каждом зиме, мэс недрігстам палить параду ши-бріжа, подарить то дарбу вецијем, узняемејем, ведь они уже заву дарбу и веекущи, и подарить то дарбу и жасамаксал. Протамс, каси нотек накотнай, ну, я не знаю, ко без наудас можно издарить. Ну, ари сирс, пелс, лазда кау-ко максал. Что можно сделать без денег в будущем, трудно представить, потому что даже сыр в мышеловке что-то стоит, только что отметил наш утренний гость и добавил, что дом построить чего-то стоит, и в сегодняшней ситуации Латвия не может себе позволить еще больше залезать в долги, и прежде всего, перед строителями. В этом контексте я хочу задать еще один вопрос. Есть ли ясность, есть ли какие-то проекты, возможно, вы обсуждали, наверняка вы обсуждали это с вашим коллегой по партии, министром экономики, господином Валайнисом, где и на каких условиях Латвия будет искать и привлекать работников на строительство Раэл Балтика, потому что, ну, ладно, со временем проекты можно поставить на паузу, но потом все равно, все равно его нужно будет реализовать. Где, на цитапустем, трактаристов, грейдаристов есть решение этого вопроса? Ну, пирмом картам это, что мы с вами веекущи шогад виркни дарбейбу, тази кайта дарбаспеха прогнозирования, ган из термина, в идее термина, из термина, саликшану венас рукава зем экономикас ministрия с изъедом копии апмаха комиссии, который ган узнаймэй, ган ародбедривы, ган изглитивы, лапклайбас и экономикас и мистрия, лаи апмаха мистурпмаха мэс планов отбилз отбилз то ши дарба тиргума. Тас, kas ir сварий, дрощвен ареи скатотись на узнаймэй пуси, иеснегт и скатить оттечива уз Нодарбинави Агентуру, иеснегт ваканси, кас нокотнай бус непице лаи ареи цилвеку сагатовот, парквалифицийт, лаи Пирмам картам скатīties iekшē, jo darbas pērtu. Виņi ковица отбит. Nu, bet mēs zinām tajā pašā laikā, ka mums pēc statistikas pārvaldes datiem jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem apmēram vairāk 10 tūkstoši nav ne mācībās ne darba tirgu. Protams, ir sarežģīti viņam katram tik klāt, kas ir sadarbība ar pašvaldībām, ar pilsonības migrācijas pārvaldi, lai varētu šos pašs jauniešus, kas ir mūsu vietējais darbspēks, jau arī iesaistīt. Tas, cilvēr, gavērē, častīk pasādīts za ruļtraktorofu ieru ieru. Nu, vāpros, otakī, priglašīnie rabočie sīlēs trīcih strana pavieskīdnie prisustī? Tā ir skaitā. Arī šobrīd mēs jau redzam uz ielas, kad arī uzņēmēja piesaista īrēto darbspēku Latvijā, lai tiešām varētu to nodrošināt, jo darbspēka trūkums nākotnē mums ir, un par to arī tāpēc ir speciāli izveidotā šī cilvēka kapitāla resursa padomu, ko vada ekonomikas ministrs, kur piedalās labklājības ministrs un izglītības ministri un iesaistītās pūsis, lai tiešām šos jautājumus mēs varētu atrisināt. I, hoči malo vērēmēni ostajūts, dva paslīdniek vaprosa, vai nav Ukraini, uvei, periehojot v zatižinu fazu, kaļa prezident Ukraini, Vladimir Zelenski, nadējās naju uzvēršenie 2025. gadu, už šās jasna, šo neprādējot zavtru. Kā kā sociālniei vēplata для ukraińskich biežancev založena zaplanīrovanā budžeta 2025. guda? Viss tas atbalsts, kas arī ir bijis šobrīd, gan garantētā minimālā ienākuma izmaksa, gan mājoka pabalsts. Nu, principā, vienā vārdā sakot, viss tas pats atbalsts, ko saņem Latvijas iedzīvotāji, lai varētu nodraušināt arī to, kad saņemšie Ukraines bēgļi. Katrā ziņā mēs esam viennozīmīgi par šo atbalstu un, nu, pēc iespējas ātrāk pabeigt karu, protams, ar Ukrainas pilnu uzvaru, kas, nu, protams, dotu mums arī visiem kopumā daudz mierīgāku dzīvi. Kā gaurīta galavā ministerstā blaga sastājāņa, viss ninišņie vyplati perehodot v budžeta 2025. ir viņā ne, tagiem un, fis iespēja, kas, kokais, кто awarenessi Всего Европейского Союза, в целом, обсудить вопрос о прекращении социальных выплат украинским мужчинам-бежницам, чтобы, опять-таки, цитата, мотивировать их вернуться в Украину и защищать свою страну. У вас какой-то мнение на этот счет уже есть? Ну, другоси вен, что это как-то копить Европы, но, ну, мне кажется, что там будет, да и всё, как украинские пассажа, как и украинские пассажа, ко и как они видят, что это, как и Европы, что это дело, чтобы, опять-таки, аукраинские интересы, как и Европы. Ринверсия. Министр благосостояния был утренним гостем Домской площади. Большое спасибо. Я только напомню, что это интервью позднее вы сможете посмотреть в видеоверсии на нашем канале в Ютьюбе. Заходите, подписывайтесь. Латвийская радио 4. Комментируйте и, конечно же, делитесь. Домская площадь. С добрым утром! Субтитры подогнал «Симон»